Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Интернет ТВ Чикаго и Сангейтс Радио. Меня зовут Рита Борт и я очень рада приветствовать нашу гостю сегодня, Светлану Плицкер. Очень разносторонний человек, очень талантливый. У нее очень много разных шляп, которые она снимает и одевает в очень благоприятный момент. Она целитель, обладает вообще уникальной интуицией, пионер утрасовременного обучения, который обращается к самым трудным физическим, эмоциональным и духовным проблемам. Светлана автор очень многих книг, одна из них мы даже не будем пытаться переводить на русский, потому что написана книжка на английском. «The Ultimate Live Affair», ну а также «Игровые сказки для детей». Мы поговорим сегодня о разных сторонах деятельности Светланы. Одна из них – это книга, которая так и называется, «Ultimate Live Affair», которая была написана, когда, кстати, она была написана? По-моему, 2010-м, я, честно говоря, не помню. Сейчас уже, или 2009-й, или 2010-й, что-то так. Ну, во-первых, здравствуйте. Очень приятно беседовать с таким разносторонним человеком. И, мало того, Светлана, на самом деле, получает месседжи, или как мы это говорим? Информацию. Разгрузки информацию свыше, о которой сама потом не понимает. Просто нужно время сесть и её расшифровать. Но информация обычно приходит очень сконденсированно, поэтому берёт время разобраться, о чём ушла речь. Да, сегодня у нас первая встреча. В дальнейшем мы, конечно же, будем практиковать такие более реальные, интерактивные встречи, где Светлана будет отвечать на вопросы наших зрителей, слушателей. Ну что ж, с чего даже надо начать? Может, начнём всё-таки с книги. Как пришло понимание, что нужно написать такую книжку, какие-то информации, опять же, да? Ну, что бы мне хотелось сказать? Мне хотелось сказать, что каждый из вас, дорогие радиослушатели и телезрители, каждый из вас — это огромное пространство, в котором находятся удивительные, совершенно необходимые человечеству знания. Потому что каждый из нас имеет определённый опыт жизни. И когда мы проходим этот жизненный опыт, то, что мы получаем, это и есть информация. Многие люди ищут интуицию где-то в небесах, потому что мы традиционно привыкли говорить о Боге, о нашей галактике, о нашей... Не знаю, кстати, по-русски. Юный брус. Ну, потому что всем понятно. Да, мы извиняемся, потому что я больше говорю на английском, чем на русском, хотя русский язык я очень люблю, и мои дети говорят на русском языке, и мои внуки говорят на русском языке. Поэтому мне очень... мы сохраняем русский язык. Но, к сожалению, он немножко смешивается с другими языками, поэтому я прошу заранее прощения. Так вот, в каждом из нас живёт огромный потенциал. Когда мы даём себе возможность, разрешение и время расшифровать наш опыт в виде статьи или маленькой истории, или маленькой поэмы, или рисунка, или просто даже разговора с кем-нибудь, то во время этого общения происходит обмен информацией. И то, что каждый из нас получил, становится достоянием других людей. Я встречаю огромное количество людей, потому что я... I call it readings. Я делаю людям как бы информационную сессию, где я рассказываю о том, на чего они пришли в этот мир, и какая у них стоит духовная задача, и какая у них практическая задача. Потому что мы живём не, так сказать, на небесах, мы живём на земле. Здесь нужно кушать, здесь нужно убирать свою квартиру, здесь нужно одеваться, выходить на работу, зарабатывать деньги и так далее. Всё нужно делать очень практично. И в то же время в нас живёт неумирающая, вечная душа. И если мы забываем, что эта душа тоже должна ходить на работу, и она тоже должна что-то такое создавать, и она должна получать свою награду, и это не деньги для многих людей. Деньги – это только выражение этой награды. Вот если мы забываем о том, что нас здесь двое, и эти двое, они должны существовать как что-то единое, целое, то тогда взаимоотношения... Нас наказывают. Да, нас наказывают. Мы себя наказываем очень сильно. Мы себя наказываем. Потому что люди, которые плачут, люди, которые дерутся, ругаются, люди, которые пьют, курят всякие разные вещи и глотают дракс, это люди, которые забыли отправить свою душу на работу. Я с этим столкнулась очень сильно в своей практике многолетней, и я посвятила свою жизнь, с моей колой, моя задача, призвание, моя задача и призвание – это предохранить, предотвратить вот это состояние, когда человек забывает, кто он есть, и он превращается просто в машину, которая делает то, что нужно делать для того, чтобы выжить. Можем ли мы это назвать, вот это состояние болезнью души? Мы можем назвать это смертью души. Ох, даже смертью. Потому что душа, она не имеет границ, и у неё нет времени. Но мы её можем убить очень просто. И убивание души, оно выглядит как усыпление, знаете, когда животные не могут больше функционировать, их ведут ветеринаров, им делают укол, и они впадают в спячку. Мы это делаем со своей душой. Я не хочу звучать очень тарк, очень темно, но то, что я вижу, меня пугает. И поэтому я считаю, что когда мы вступаем друг с другом в взаимоотношения, это совершенно потрясающее пространство, в котором душа просыпается. И когда она просыпается, мы кричим, ты мне сделала это, а я тебе сделала это, а я тебя не хочу, а ты не хочу. И все эти крики, это крики души. Это не потому, что в этом релейшншип, в этом взаимоотношении муж и жена друг друга больше не любят. Потому что там же была любовь в какой-то момент. Иначе зачем люди вместе живут? Или бойфренд, подруги, друзья. Но в этот момент душа кричит, мне не хватает чего-то такого, и я не знаю, чего это такое, и поэтому я это повешу на тебя. А ты делай с этим, что хочешь. И вот моя книга именно об этом. Как найти себя сначала. Как найти то, что match you? Ну как можно найти match, если ты не знаешь, что ты есть? Matchmakers работают над нами постоянно. Мы платим деньги, и они нам говорят, вот этот, вот этот будет хорошо для тебя. А потом мы встречаемся с ними, первые полгода хорошо, розовые очки, красиво. А потом все начинает раздражать. Но это не этот человек раздражает нас. Нас раздражает то, что мы себе запретили, не разрешили быть тем, кем мы есть. С тем, чего хочет наша душа. На самом деле мне вот это вот понятие про душу очень близко. Потому что, когда я еду в духовный госпиталь, когда я еду в Бразилию, мы говорим, что здесь, вот в этом нашем environment, в этом нашем... Знаете, как это называется? Рабочие, усиленный режим и рабочее напряжение. У нас есть возможность излечить наше физическое тело. Хотя, если мы ищем, мы можем вылечить нашу душу и здесь тоже. Но там, в Бразилии, когда мы приезжаем, так он называется, духовный госпиталь, нам помогают излечить душу и открыть сердце. Поэтому и трансформация происходит намного быстрее. Это потрясающе. Я знаю, что вы делаете эти поездки для людей. И это абсолютно потрясающая работа. Потому что для многих людей это начало, когда человек может посмотреть вокруг себя, увидеть что-то другое, чего он раньше не видел. Открытое сердце. Да, открытое сердце. Глубокий вздох. Глаза, которые проснулись. Почему-то это происходит там быстрее. Это все возможно и здесь. Никуда не нужно ехать. На самом деле, не в Коке-Кималай, не в Бразилии. Но тем, кому это нужно, очень быстро. Потому что, когда мы едем куда-то... Я тоже возила многие группы, и мы делали... Мы плавали с дельфинами, мы были на голубокосах, мы были в Перу много раз. И что я заметила, что когда человека хотя бы на 5 дней вынимают из каждой дневной обстановки, где он должен бороться за свою жизнь, и он наконец-то может вздохнуть и посмотреть вокруг себя, душа, она смотрит в наши глаза. И когда мы видим что-то другое, кроме наших четырех стенок и нашей машины, мы просыпаемся, это нормальный опыт. Но я называю нас, всех мы мистики, без монастыря. Мы живем сейчас, как раз такое время, когда мы настолько нацелены на то, чтобы быть едиными с душой, с нашими духовными порывами, с нашим целенаправленным просыпанием от этой спячки вечной, что нам просто необходим монастырь. Потому что если мы постоянно боремся за жизнь, мы забываем о том, что есть какие-то более высокие материи. Но монастыря у нас сегодня нет. Сегодня у нас есть интернет, сегодня у нас есть огромное количество информации, у нас есть огромное количество связей в связи с этим, две тысячи друзей на Facebook и так далее. Поэтому мы уходим из вот этого монастыря, который здесь находится. И мы забываем, что вот здесь, когда есть порядок и когда есть единство с тем, кто ты, что ты и зачем ты, то тогда вся остальная жизнь, она поворачивается, она как ориентируется, потому что это компас. И мы ориентируемся в этой жизни гораздо легче. Хорошо, это всё замечательно. Практически, как мы можем это изменить? Уйти от Facebook, от телевизора, от интернета, от огромного количества информации? Что нам нужно сделать здесь, вот здесь, вот в нашем Чикаго или там в любом городе, откуда нас смотрят наши зрители, слушатели. С чего начать? Ну, для меня начать нужно с себя, потому что сначала нужно определить, зачем я живу. Конечно, я с удовольствием вам покажу, для чего вы живёте. Это будет исходить из моего представления о вас. Это очень хорошее представление, и оно очень помогает. Но вам это не необходимо. Каждый из вас имеет внутренний компас. Вопрос, который вам нужно задать, что я в этой жизни люблю, что мне нравится, что меня пробуждает, для чего я утром встаю. Что отглавляет, да? И возбуждает. И возбуждает. Для чего я хочу встать, и для чего я встать не хочу. С кем я хочу сегодня увидеться, и с кем я абсолютно видеться не хочу. Потому что я знаю, что пять минут после этой его встречи я потеряю всякое желание что-либо делать и вообще жить. И когда эти вопросы вы зададите себе не риторическим образом. А, what's the point? Зачем это всё? Мы это спрашиваем постоянно. А, зачем я это только делаю? А если вы это зададите вопрос с душой, вместе с душой на него ответите. Для чего я это делаю? И что я хочу делать вместо этого? Кем я хочу быть, если я живу 300 лет и деньги изнато ныщу, и деньги не являются проблемами? Если я держу в руках волшебную палочку, что бы я делала, если бы ничего меня не смущало? Кем я хотел быть, когда мне было 7 лет? Потому что первые 7 лет – это физическое формирование человека. И с 7 до 14 идет эмоциональное созидание. Так вот, кем вы хотели быть в 7 лет между 7 и 9? Это то, что мы, как правило, все потеряли. Но если человек не помнит, кем он хотел быть в 7 лет? Тем, кем вы хотели быть, вы до сих пор хотите. Просто нужно спросить. Просто надо спросить. Что я люблю делать? Я люблю взять бумагу и карандаш, и ручку, и написать ответы на эти вопросы. Или поговорить о себе в третьем лице. Это очень помогает, потому что мы настолько близко находимся самим к себе, что мы не видим всю эту красоту, и весь этот талант, и все, что в нас есть. Ну как говорят, отступи один шаг, и ты увидишь лучше, да? Совершенно верно. Пространство будет видно лучше, откроется что-то. Когда вы идете в музей, вы видите огромные полотна, потрясающие полотна. Если вы носом упретесь в это полотно, вы будете видеть одну точку от этого полотна. Нужно отойти немножко. Так вот, что я люблю делать для себя, я пишу в третьем лице. Она, которая идет по жизни, абсолютно свободна. И улыбается, и глаза ей открыты. Она, что она хочет делать сегодня? И вы даже можете придумать ей имя. Например, одно из моих именов, он из Мелисон Вумен. Женщина, которая, женщина-целительница. И это имя, я никогда даже об этом не думала, недавно только появилась в моем лексиконе. Потому что мы себя не видим. Но когда вы начинаете писать или рисовать. Я очень люблю рисовать. Я всегда считала, что нарисовать я ничего не могу. Поэтому в какой-то момент, когда мой муж сказал, хватит уже ходить и скупать все картины на всех выставках. Вот тебе холст, вот тебе краски. Давай. Я говорю, ой, у меня ничего не получится. Он говорит, ну слушай, ну 20 долларов не получится, выбросишь. И так я начала рисовать. Я взяла, намазала руки, потому что я не знала, как с кисточами обращаться. Намазала руки и я стала рисовать. И получилось очень красиво. Потому что, что может быть некрасиво, если вы берете красивые краски и мажете их в равном направлении. Получается такая energy picture. Картин с энергией. Да, показывает какое-то собственное выражение своей собственной энергии. Да, выражение вашего движения, внутреннего движения. И вот так начинается момент просыпания. Но сегодня, на сегодняшний день, когда я рисую, я это называю intentional creativity. Это работа, которая помогает вам ваш созидательный процесс направить в какое-то русло. Так вот, когда вы рисуете, вот эти слова и вот это взаимоотношение с собой, оно формируется через рисунок. И я надеюсь, что позже мы сделаем программу о том, как нарисовать свой внутренний мир. Потому что это абсолютно нетрудно. Многие люди говорят, ой, мы не умеем рисовать две левые руки, две левые ноги, там краски не вижу, дальтоник. Это не имеет значения, потому что внутри вы видите все свои краски. Это просто... Даже потеряла, да, речи. Потому что в последнее время, что удивительно, я встречаю все больше и больше таких людей, которые говорят именно таким образом. Которые вообще не думали и не предполагали, что они имеют какие-то таланты и вдруг начинают рисовать. Кстати, вот моего мужа тетя, который живет в Израиле, она начала рисовать в 65 лет, наверное. Вдруг лучше позже, чем никогда. Вдруг совершенно удивительные картины, удивительные. Просто делали выставку и они стали даже продавать. Потому что что может быть более удивительное, чем внутренний мир? Вот эти потрясающие картины, которые вы видите, когда вы спите, например. То есть наши сны. Да. Но наши сны, они же не существуют отдельно от нас. Это многоплановая реальность. Каждый из нас живет во многих-многих-многих реальностях. Каждый из вас, наверное, кто-то мама, кто-то дочка, кто-то сын, кто-то... Ну, эта же мама, она идет на работу, она становится начальником или она становится подчиненным. И она идет в магазин, она становится покупателем или продавцом. То есть каждый из нас уже живет в разных реальностях. Но эти реальности для нас доступны, понятны. И они не особо интересны. А вот реальность, которая нам непонятна, это реальность, которая на самом деле вдохновляет. Она вдохновляет открыть эту дверь, заглянуть и сказать, «Хм, я там еще не был». Ну что ж, вернемся на минуточку опять к книге о взаимоотношениях, если можно. Ну, так может случиться, что даже те, кто говорят на русском, они вот столкнутся с этой книжкой. Может быть, кто-то нас слушает, кто живет в Америке, все-таки читает по-английски. А как книжку лучше читать? И как она может помочь тем, кто хочет наладить свои взаимоотношения? Ну, во-первых, эта книжка, она написана как сессия. Потому что она как бы собрала весь опыт. Ну, конечно, не весь. Ну, во всяком случае, какой-то опыт. Моей работы с многими-многими семьями. И с людьми, которые не могли найти друг друга. И с людьми, которые не знали, что делать с детьми и так далее. Поэтому каждая глава – это сессия. Но если вы начнете читать целую главу, вы почувствуете, что вы получили целый год моих сессий. Поэтому, что я рекомендую, почитайте один параграф. Мало того, вам не нужно почитать первый параграф, второй, третий, четвертый. Вы можете почитать любой параграф этой книжки. И он откроет для вас эту дверь. Вау! Как интересно. Кроме того, после того, как вы закончите читать параграф любой или ту главу, у нас есть там такая две страницы или полторы страницы, которые я называю разговор с душой. Conversation with the soul. Этот разговор – это просто вопросы. Открытые вопросы. Open-ended questions. Открытые вопросы. Когда вам задают вопрос «да» или «нет», он помогает вам определить, что вы хотите, что вы не хотите. Но когда вам задают открытый вопрос, это момент, когда ваша душа просыпается, потому что она имеет возможность вместо маленького пространства в вашей жизни создать что-то. создать новую идею, новый концепт, новую возможность. И вот когда вы читаете эти вопросы, один вопрос. Вам не нужно делать всю conversation with the soul, разговор с душой. Один вопрос. Если вы возьмете один вопрос, вы на него будете отвечать в течение дня, каждый раз, когда у вас есть какая-то проблема в вашем взаимоотношении с людьми или в семье. И вы на этот вопрос ответите, и вы будете этот вопрос задавать и отвечать, то к концу дня вы откроете для себя потрясающую дорогу, по которой вы будете идти, следуя вашему собственному, вашей собственной интуиции, вашему пониманию, что правильно для вас. Конечно, я даю в книжке советы, потому что у меня огромный опыт работы с людьми. Но тот совет, который вы дадите сами себе, он бесценный. Нет ему цены. Замечательно. Теперь у меня вопрос про получение информации. Мы, наверное, приоткроем так немножко завесу о том, что будет дальше, и какие возможности есть у наших радиослушателей. при общении с вами. То есть они, в принципе, смогут задавать какие-то короткие вопросы, получать короткие ответы. Да. Как приходит эта информация? Что нужно для того, чтобы получить информацию? Нужно слышать голос, нужно видеть запись, нужно... Что нужно? В первую очередь я учитель. В первую очередь. Да. Потому что мы все имеем интуицию, мы все психикс. Поэтому я не считаю, что я больше психик, чем вы, чем вы, чем вы. Я... Поскольку я учитель, я люблю научить людей получать информацию. Поэтому, когда люди мне задают вопрос, я стараюсь им дать ответ, который помогает им понять себя. Я не люблю, честно говоря, отвечать на вопросы, в какой день я встречусь со своим будущим мужем, и когда у меня родится ребенок, и сколько у меня будет, и сколько миллионов. Это не предсказание? Нет, потому что предсказание, какое бы предсказание я вам не дала, вы его получите, вы его выполните, если вы будете следовать этому предсказанию. Но обычно люди разделяют на двух. Типа, о, я могу это, и они добиваются, получают предсказание, или это никогда со мной не случится, и тогда ничего с ним не случится. Поэтому мое предсказание, оно не имеет никакого отношения к тому, что произойдёт в вашей жизни. Но если вы будете понимать, на что вы способны, если я вам покажу и объясню вашу задачу, ваши таланты, то вам будет гораздо легче выполнить то предсказание, которое вы хотите в своей жизни. Поэтому, конечно, я даю информацию очень чёткую, но я стараюсь избегать предсказаний. Для этого есть много других гадалок. Я не считаю себя гадалкой. Я считаю, что энергия, с которой я работаю, гораздо более возвышенная, и она даёт вам непосредственный доступ, эксцесс. Вторая вещь, которая очень важна понять, что каждый из нас получает информацию на многих-многих планах. И некоторые люди говорят, вот, ты там видишь картинки, а я нет, ну и что? А ты там слышишь голос, а я нет, ну и что? А ты там чувствуешь что-то, в третьем глазу шевелится, ну и что? Ну и что? Каждый из нас имеет свой уровень получения информации. Кто-то знает, кто-то видит, кто-то слышит, кто-то чувствует, у кого-то мурашки по телу бегают. А у третьего достаточно посмотреть сюда и сказать, ваша жизнь, она как цветок лотоса. И когда вы будете направлять своё внимание на то, чтобы сбалансировать все лепестки вашего лотоса и его белки, всё случится в вашей жизни. И я вас уверяю, что в тот момент, когда вы посмотрите на что-то, которое вам бросается в этот момент в глаза, это и есть ваша информация. То есть это какой-то знак? Информация находится вокруг нас всё время, постоянно. Нам не нужно открывать глаз, закрывать глаз, закрывать его чем-нибудь, чтобы другой не навёл порчу на этот глаз. Не портите свои глаза, никто вам их и не спорнит. Я предлагаю небольшой эксперимент. Вот тут перед нами сидит молодой человек, который в данный момент нас снимает. И мы сейчас его попросим задать вообще любой вопрос. Просто озвучить любой вопрос, который может прийти из его души, из головы, из ума. Они совершенно всё равно. Ну вот да, вот он пожимает плечами и не знает. Может, он сейчас что-нибудь придумает. Потому что мы будем сейчас отвечать очень спокойно. Мы не будем влезать в наши глубокие внутренние процессы и выворачивать их наизнанку перед телевизором. Ну, я на работе, я не могу ничего. Ладно, тогда я спрощу. Взаимоотношения с, допустим, сыном. У меня есть сын, который, в общем-то, очень successful, очень довольно благополучный, успешный человек, всё с ним хорошо. И он собирается жениться. Вот на этом этапе. Как мне лучше с ним взаимодействовать? В принципе, у нас очень хорошие отношения. Я могу сказать, что всё хорошо, но где-то в глубине души я чувствую, хотя нету привязанности. Наверное, где-то глубоко-глубоко она всё-таки есть. Поэтому я чувствую постоянные какие-то волнения, связанные с его женизбой. Это отличный вопрос, потому что этот вопрос, он касается абсолютно каждой мамы. Да. И каждого папы. Окей. Значит, для вас конкретно, для вас, Санита, конкретно, вам нужно взять в свои руки своё женское «я». это связано не только с сыном. Вы знаете, о чём я говорю. Это связано с вашим пониманием своего голоса. Да. Этот голос, он должен звучать. И он должен «радиать», он должен «эксплор», он должен быть как фейерверк. И вы, как женщина, для вашего сына и для всех остальных являетесь необходимым элементом для того, чтобы они чувствовали себя мужчиной. Когда женское начало выглядит, как потухший цветок, у мужчины нет необходимости подниматься до уровня этой женщины. Тогда они начинают искать другую женщину. Поэтому в каждом... У меня тоже есть сын. В каждом взаимоотношении между мамой и сыном наступает момент, когда сын вырастает. И мама не может его стимулировать до такого уровня, как она стимулировала его раньше. В этот момент... Это очень биологический процесс. Волки один год живут вместе. А после одного года поедят другого. Слава богу, наши дети не съедают нас так быстро. Где-то примерно в 14 лет они начинают. Но наступает момент, когда мы должны дать им возможность уйти, для того, чтобы они стали мужчинами. И мать, которая видит своего состоявшегося сына, это самая счастливая женщина. Она не может получить это же от мужа. Потому что муж – это состоявшийся мужчина уже до того, как женщина вышла на него замуж. А если вы вышли замуж на несостоявшегося мужчину, то вы уже должны были его вырастить до состоявшегося мужчины, до того, как вы получили ребенка. Потому что иметь ребенка с несостоявшимся мужчиной – I feel for you. Нехорошая идея. Поэтому в какой-то момент мы перестаем работать над мужем и начинаем работать над сыном. И наступает момент, когда этот момент разделения функций очень-очень важен. Вы не можете больше кормить этого маленького ребенка грудью и привязывать его к своей нервной системе. Потому что это не только не здорово для ребенка, но это очень не здорово для нас. Почему у нас столько много женского рака грудью и матки? Потому что мы постоянно рожаем нашего мужа и постоянно кормим наших детей и мужей нашу энергию. Это происходит постоянно. Поэтому в какой-то момент мы должны дать им возможность существовать. И в этот момент происходит передача энергии от женщины к ребенку. От сына к его новой жене. Потому что если этот момент не произойдет, то эта привязанность приведет вашего сына обратно к вам. И ни одна мать не хочет этого. Поэтому когда вы будете он, когда вы будете быть для него как факел впереди, он будет всегда стремиться прийти к вам для того, чтобы вы могли его стимулировать. Но он всегда будет уходить к ней для того, чтобы получить. Ясно. Я понимаю. Спасибо. У нас есть вопрос. Как побороть в себе страсть? Страсть? Страсть и не забороть. Ни в коем случае. Страсть? Страсть это то, что движет человечеством. Хлеб, вино, хлеб и зрелище. Но страсть нужно направлять в правильное русло. И нужно этой страстью управлять. Потому что есть такая индийская веда. Ведик традиция. Очень хорошо. Которую я очень хорошо ее знаю. Вы прекрасно ее знаете, естественно. Речь идет о том, что нужно жить в благости, но не в страсти. Мы не живем в благости, потому что мы не живем на небесах. Мы живем на земле, а многие из нас живут под землей. В аду. В эмоциональном аду. И поэтому в эмоциональном аду наши страсти нас обуревают и приводят к распадению личности. Но когда вы направляете свою страсть, что такое страсть для меня? Это огонь. Огонь души и огонь тела. Нету страсти, нет хорошего секса. Зачем вам это надо? Обязательно. Страсть должна присутствовать. Потому что нету секса, нету хороших детей, нету хороших детей, наш род не продолжается. Кому это надо? И нету женского здоровья. Вот, это 100%. Нет, тут имеется в виду вот что, как я понимаю. Тут имеется в виду побороть страсть, которая мешает на пути духовного продвижения. Вот то, о чем я и говорю. Духовное продвижение не есть постоянное состояние благости. Духовное продвижение это понимание разницы между тем, где вы находитесь и где вы хотите быть. И потом созидательные ступени от одного состояния к другому. Но человек, который достиг благости и живет постоянно в благости, он, конечно, идеальный человек, но я видела в своей жизни только несколько, и они практически все находятся в состоянии, в котором взаимодействие с ними очень затруднено. Сама так вообще. Да, да. Очень затруднено, потому что они не находятся в этом пространстве трехмерном. Они находятся в другом пространстве. Четвертое пространство. Пространство сердца. Это прекрасное состояние, но кто-то должен этого человека накормить, помочь ему одеться, собраться и явиться перед толпой, где он обнимет всех и отдаст свою душу. Это прекрасное состояние. Ну, представьте, мы все так. А кто же нам будет на полях собирать урожай? Так, дорогие друзья, задавайте вопросы, пока еще есть время. Я думаю, что сегодня времени уже нету, потому что это только начало, и мы не хотим отдать сразу все. Мы будем это делать. Потому что поток информации огромный, душа огромная, и взаимодействие с людьми создают возможности для духовного развития для нас. Я абсолютно с этим согласна, но нам нужно отпустить нашего человека, который на хапоте, который не захотел задавать вопросы. И поэтому, ну, есть еще вопросы? Если будут вопросы, то надо узнать, где их задавать. Вопросы можно задавать на сайте sungatesradio.com. Вопросы можно задавать на фейсбуке. У нас есть страница sungatesradio на фейсбук. Это для начала. Но, опять же, можно писать комментарий вот к нашему видео на ютюбе. Для начала. А в дальнейшем мы будем рассказывать, где еще. А когда будет дальнейшее? А дальнейшее будет очень скоро. У нас нету дат. Мы планируем сделать эти передачи регулярными. Мы будем стараться делать это раз в неделю. И мы будем делать эти передачи очень разнообразные. Потому что, я, честно говоря, не знаю, кто сегодня нас смотрит. Мне бы хотелось узнать, если вы можете написать нам ваши комментарии, кто вы, что вы и что вы хотите. Потому что я уверена в том, что наша разнообразная аудитория получит огромное удовольствие от того, что мы будем делать программы разнообразные, не всегда одинаковые. Сегодня это первая встреча. Было приятно с вами познакомиться и подружиться. Причем надо ответить, что Светлана Близкова вообще достаточно редко ведет передачи на русском языке. Никогда. Это большое напряжение. Но я считаю, что процесс пошел. Процесс пошел. Вы заговорили. И это специфически и, можно сказать, специально для слушателей и зрителей Сангейц-центра, Сангейц-радио в большей части, поскольку это на русском языке Сангейц-радио, Сангейц-центра на английском языке. Но, тем не менее, если есть желающие, если есть люди, понимающие английский язык, то они могут послушать другую программу, но на английском языке. Правильно? Правильно. И программы, которые я бы хотела создавать, это программы и для родителей, как быть с детьми, потому что у меня есть книги о том, как работать с детьми и с родителями, и для детей, и для бабушек и дедушек, и для успешных людей, которые не могут себя найти в личной жизни, и для людей, которые обожают друг друга, но не могут финансово себя восстановить, потому что каждый из вас это precious gift в английском, это подарок судьбы, и поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый из вас себя видел в таком виде и расширял это. Спасибо всем огромное, спасибо в первую очередь Светлана за то, что пришли к нам, нашли время, и мы продолжим. Спасибо. Всем до свидания, всего доброго, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok